Не стало нашего коллеги, специального корреспондента Первого канала Ильи Костина. Он окончил Вадикавказское училище искусств имени Валерия Гергева, а затем и факультет журналистики СОГУ. Получил диплом с отличием по специальности журналист-международник. Еще будучи студентом, в 17 лет начал работать в Государственном информационном агентстве Иринформ. Там появилась его первая программа «Перекресток». И сотрудничал с каналом ОРТ, РТР, НТВ, ТВ6, ТВ-центр. С 2000 по 2002 год работал собственным корреспондентом телекомпании НТВ по Северному Кавказу. Делал репортажи для программ «Сегодня» и «Итоги». В 2002-м переехал в Москву и стал корреспондентом информационной службы телеканала ТВС. А в июне 2003 года перешел на Первый канал и начал работать корреспондентом в информационных программах «Новости» и «Время». Он освещал военные конфликты в Чечне, Ираке, работал в президентском пуле. Вел репортажи в день теракта на Дубровке и взрыва в московском метро. Илья Костин был большим другом своих коллег из Северной Осетии. Ему было 39 лет. Буквально ворвался в профессию, в журналистику, в телевизионную. Он учился всему и учился в работе. Он учился снимать, он учился монтировать, он учился писать. И очень настойчив был. Очень настойчив в работе. И умел всего добиваться. Он приставал со своими гениальными идеями ко мне. То он хотел снять какую-то бабушку, которая не могла получить вовремя пенсию. Это было 90-е годы, трудное время было. Ему надо обязательно было в 5 утра идти и в очереди эту бабушку снимать. То ему надо было ехать в Дагестан, обязательно на автобусе. То он должен был ночью сидеть и монтировать свою первую программу «Перекрёсток». Говорить об Илюше и говорить, что это было, просто страшно.